Уважаемые коллеги, спасибо организатору Наталье Владимировне за приглашение начать эту очень интересную, я надеюсь, сессию, обсудить вопросы, которые важны для всех. Дело в том, что лечение метастазно-направленной терапии рака предстательной железы, олигометастатической, набирает популярность, конечно. В последние годы, я думаю, что многие врачи-радиотерапевты на практике сталкиваются и лечат этих пациентов. И один из самых главных и животрепещущих вопросов заключается в том, как отобрать тех пациентов, которым это лечение действительно может повлиять на прогноз течения их заболевания и на дальнейшую судьбу. Но начнем с того, что такое метастазно-направленная терапия и зачем вообще она делается. Далее будем называть ее аббревиатуру MDT, то есть по первым буквам метастаз из директ терапии. Зачем она вообще нужна? Все началось с концепции Сэмюля Хельмана и Ральфа Ваксельбаума в 1995 году. Они выдвинули концепцию о существовании некого промежуточного состояния развития метастатического процесса, который они назвали олигометастазой или олигометастатическое заболевание. То есть некое состояние, при котором занимает промежуточное положение между клинически алкализованным процессом, то есть первичной опухоль без метастазов, и метастатическим процессом, при котором воздействие на все видимые очаги заболевания потенциально может значительно продлить выживаемость без прогрессирования или даже потенциально вылечить пациента вообще от заболевания. Если мы посмотрим на рак предстательной железы, то олигометастатическое заболевание – это фаза, это не диагноз, это не тип заболевания, это фаза развития самого заболевания метастатического процесса, при котором, как правило, опухоль еще является гормоночувствительной, опухолевая масса небольшая, и воздействие на все опухолевые очаги, видимо, действительно позволяет замедлить дальнейшее прогрессирование процесса. Таким образом, МДТ, фактически, метастазно-правильная терапия, оно имеет определенное окно возможностей, в котором воздействие на отдельные клоны опухолевых клеток может существенно замедлить дальнейшее прогрессирование заболевания, появление новых очагов и увеличение опухолевой массы агрессивности опухоли. Есть несколько гипотез, ну, есть две основные гипотезы о том, как работает, каков механизм действия метастазно-правленной терапии при ольгометастатическом процессе. Первая гипотеза говорит о том, что все предопределено изначально с начала первичной опухоли, то есть первичная опухолевая гетерогенная, в ней есть опухолевые клетки, которые имеют потенциал изначально быть очень злокачественными, то есть они будут давать полиметастатическое поражение. Есть другие клоны опухолевых клеток, которые дают ольгометастатическим менее агрессивные заболевания, и, соответственно, в зависимости от того, какие клоны оказались быстрее, так и дальше будут развиваться заболевания. То есть изначально все предопределено с точки зрения первичной опухоли. Есть другая гипотеза, которая говорит о том, она, наверное, более удивительна для онкологов в том, что метастазы являются источником других метастазов. В том, что из единичных очагов, которые являются единичными ольгометастазами, могут возникать дальнейшее полиметастатическое прогрессирование, то есть появление новых злокачественных очагов, множественных, которые уже оказывают негативный прогноз на развитие дальнейшего заболевания. И действительно исследования, современные молекулярные, филогенетические исследования это показали. Например, есть такая статья 2015 года в журнале Nature, в котором у нескольких пациентов, которые скончались от метастатического рака предстоятельной железы, была прослежена судьба развития их метастазов. То есть какие метастазы появились из каких метастазов. И действительно было показано, что множественные метастазы, которые привели к гибели пациентов, возникают изначально, они являются потомками единичных метастазов, которые были на ранних этапах развития метастатического процесса. Отсюда следует линейная модель развития олигометастазов в поле метастаза, то есть прогрессирование заболевания. В данном случае это на примере, схема сделана на примере рака толстого кишечника, то есть была первичная опухоль когда-то, ее удалили. Первоначально было два очага, обозначенные зелеными цветом, один костный, один в печени. Дальше было прогрессирование, опять в виде единичных очагов появилось еще. Три дополнительных очага, то есть заболевания, было в фазе олигометастатического процесса до пяти очагов. Дальше происходит резкое прогрессирование, возникает так называемый метастатический каскад. Множественные метастазы, эти метастазы в головной мозг, в легкие, которые дальше приводят к гибели пациента. Отсюда понятно, что если мы сможем воздействовать на предшественников, тех клеток, которые стали злокачественными и дали полиметастатическое поражение, мы сделаем это как можно более радикально, как можно раньше на фазе развития метастатического процесса, тем мы потенциально можем предотвратить дальнейшее прогрессирование, замедлить прогрессирование заболеваний, потенциально даже определенных пациентов вылечить от этого метастатического процесса. Для рака предстательной железы, мы знаем, что в его естественной истории развития процесс постепенно переходит из фазы гормоночувствительного процесса в фазу кастрационно-резистентного заболевания и метастазно-правленной терапии. Ее цель, конечно, зачем мы это делаем, она делается для того, чтобы замедлить переход из одной фазы, более благоприятной в более неблагоприятную, в дальнейшее развитие полиметастатического процесса. Как определить эту фазу олигометастатического заболевания? Во-первых, у нас есть уже классификация. Консенсус в 2020 году, он был опубликован, Эстро, Астро, то есть основные научные сообщества, они уже договорились между собой, что считать олигометастатическим заболеванием. Есть определение, согласно этого консенсуса, олигометастатическое заболевание это ограниченное количество метастатических очагов, обычно до 5 очагов, при контролируемой первичной опухоли, правда, не является обязательным требованием, но опциональным, скажем, требованием. И самый главный критерий – это возможность провести аблативное воздействие на все видимые очаги. То есть основным критерием в этом консенсусе подчеркивается, что олигометастатическое заболевание – это то, которое может быть, при котором все видимые очаги, те методы, которые мы имеем, они могут быть все радикально пролечены. Именно это состояние определяется как олигометастатическое. Согласно этому консенсусу, есть несколько сценариев. Синхронная олигометастатическая заболевание, метахронная, олигоперсистенция, олигопрогрессирование. Но конкретно для рака предстоятельной железы очень важно различать три основных сценария. Во-первых, это так называемые синхронные олигометастазы или денова олигометастатический рак предстоятельной железы, когда единичные метастатические очаги выявляются одновременно с диагнозом первичной опухоли или в пределах шести месяцев от момента радикального лечения. Второй сценарий – это олигорецидив рака предстоятельной железы или метахронные олигометастазы, когда олигометастазы развиваются после лечения первичной опухоли в периоде наблюдения без какого-либо активного системного лечения. Это олигорецидив. И есть также олигопрогрессия, когда у пациента изначально есть множественное, как правило, метастатическое поражение, пациент получает активное системное лечение, на фоне этого лечения возникают отдельные активные очаги, которые активируются, они являются, возможно, более резистентными к системному лечению, но они являются единичными. Это тоже тип сценарий олигометастатического заболевания, который называется олигопрогрессия или индуцированные олигометастазы. У нас на сегодняшний день для ракопредставительной железы нет еще стандартов, скажем так, лечения этого состояния, однако есть уже консенсус, рекомендации, которые были опубликованы в прошлом году, рекомендации ЭСТРО, 25 экспертов из европейских центров с наибольшим опытом лечения олигометастатического ракопредставительной железы. Им был разослан опросник, 41 опрос, и было проведено три раунда для достижения консенсуса, то есть в соответствии с определенной методологией это было сделано. И вот всего по 11, то есть это всего треть от всех вопросов, был достигнут консенсус. То есть это еще раз говорит о том, что вся тема является до сих пор очень противоречивой, и мы имеем очень разные мнения экспертов о том, как поступать в той или иной ситуации. Но тем не менее, по третьим вопросам консенсус был достигнут. Вот некоторые из них. Во-первых, возраст пациента, ожидаем продолжительность жизни, не являются критерием для отбора пациентов для метастазно-направленной терапии. Во-вторых, количество очагов, но все-таки договорились эксперты 80%, договорились, что да, все-таки мы останавливаемся до 5 очагов. Для всех локализаций нужно и можно рассматривать проведение метастазно-направленной терапии для лимфоузлов, для костей, для висцеральных органов, но у отобранных пациентов. Эксперты рекомендуют проведение метастазно-направленной терапии для всех сценариев олигометастатического рака, и для первичного ДНО, и для олиго-рецидивов, и для олиго-прогрессии, почти 90% консенсуса. Диагностическая модельность, которую рекомендуют все однозначные эксперты, это ПЭТ-КТ с ПСМА. То есть мы должны понимать, что без ПЭТ-КТ с профсатспецифическим мембранным антигеном мы, скорее всего, не можем на сегодняшний день говорить о лечении олигометастатического рака предстательной железы. Также они согласились, эксперты, с тем, что подтверждающая биопсия, в принципе, как правило, не нужна только для отдельных случаев, потому что ПЭТ-КТ с ПСМА является очень специфичным методом. Если мы уже видим очаг, который накапливает по ПЭТ-КТ с ПСМА, это точно с очень большой вероятностью все-таки метастаз рака предстательной железы. Еще очень интересное исследование, которое было тоже опубликовано в прошлом году из университетской клиники Цюриха, когда было проанализировано 7000 сканов, то есть запленный период, просто все 5 сканов, которые выполнены в клинике, у пациентов с отдаленным метастазом, дистантовым метастазом, 1100 пациентов, и оказалось, что 52% – это пациенты, отвечающие критериям олигометастатического процесса. Вот просто взять в клинике все ПЭТ-СКА, наполовину это будет олигометастаза, достаточно немалое количество. Если взять по гистологии, простаты, конечно, вносят большой вклад. То есть, если взять отдельно по предстательной железе, оказывается, что 57% пациентов среди этих пациентов – это пациенты с олигометастатическим раком предстательной железы. И действительно, очаги в большей проценте случаев – это единичные очаги, до трех очагов. 86% – это до трех метастазических очагов. Количество очагов является ли это основным критерием? На самом деле, если мы посмотрим исследования, которые были опубликованы по лечению олигометастатического процесса для разных локализаций, мы не видим консенсуса. В разных исследованиях это три очага, пять очагов в органах, различные локализации. То есть, все-таки нет пока однозначного критерия. И есть работы, с другой стороны, которые показывают, что абсолютно количество очагов не является все-таки основным прогностическим критерием. Основной значимый критерий – это не количество очагов, а суммарный объем опухолевой массы, который определяется по данным рентгенологических исследований. Для нас, для локализовых терапевтов, фактически суммарный объем GTV узлов. То есть, чем этот объем больше, тем прогноз хуже, тем, скорее всего, будут появляться новые очаги. Вероятность прогрессирования в полиометастатический процесс действительно выше. Сценарий олигометастатического заболевания – это тоже фактор прогноза. То есть, пациенты с метахронными олигометастазами, олигорецидивными, синхронными олигометастазами – у этих пациентов прогноз гораздо существенно лучше, чем у пациентов с индуцированной олигопрогрессией. Ну, в принципе, это очевидно, потому что в случае олигопрогрессии лечь идет о изначально множественном метастатическом поражении, то есть большим потенциалом дальнейшего прогрессирования. На сегодняшний день сформулированы уже все основные практические принципы лечения, которым следует придерживаться при проведении пациентов, при проведении метастазно-направленной терапии пациентов с олигометастатическим заболеванием. То есть нужно абалативно воздействовать на все метастазы, перечная опухоль должна быть контролируема или уже проконтролирована, удалена. Курс лечения должен быть короткий, поэтому этому и отвечает стереотоксическая лучевая терапия. Она сейчас проводится, это метод максимально безопасный и хорошо переносимый для пациента. Ну и, конечно, самое главное, о чем мы не должны забывать, это тщательный отбор пациентов по каким-то определенным критериям, и чему, собственно, посвящена тема этой презентации. Поэтому можно сформулировать уже на основании того, что есть консенсус и рекомендации, основные критерии для отбора пациентов на метастазно-направленную терапию при олигометастатическом раке предстательной железы. Во-первых, пациент должен получить обследование ПЭТКТС, ПСМА. Нужно определять сценарий олигометастатического заболевания. При всех этих сценариях, да, действительно рекомендована метастазно-направленная терапия. Количество очагов, ну пока все-таки до 5 очагов. Хотя, опять же, нужно смотреть, и может быть 10 очагов, но маленькая опухолевая масса могут оказаться более благоприятны, чем 3 очага с большой опухолевой массой. Это действительно так. И самый основной критерий, о чем нужно помнить, в том, что все видимые очаги могут и должны быть подвергнуты радикальному аблативному воздействию. Как метастазно-направленная терапия влияет на развитие олигометастатического заболевания? Для этого нужно посмотреть на несколько исследований. Одно из них наиболее известное – это исследование СТОМП из Бельгии. В этом исследовании включались пациенты с биохимическим рецидивом, которые проходили обследование ПЭТКТ-18-урхолина. Тут был момент, еще не было ПСМА. До 3 очагов с высоким уровнем тестостерона, то есть кастрационно-чувствительный олигометастатический рак предстательной железы. Эти пациенты рандомизировались на 2 группы. Либо активное наблюдение, просто мониторинг ПСА каждые 3 месяца. У другой группы проводилась только метастазно-направленная терапия без лекарственной терапии, то есть в виде либо стереотаксиса, в виде селективной лимфодиссекции. При дальнейшем наблюдении оказалось, что пациентам, которым проводилась метастазно-направленная терапия, они имели преимущество. Во-первых, в этом исследовании основной первичной точкой был такой интересный показатель, как выживаемость без начала палеотивной гормональной терапии. Они выбрали такую точку, которая, конечно, является спорной, но тем не менее. И оказалось, что пациентам, которым проводилась такая метастазно-направленная терапия, у них заболевание замедлялось, и назначение палеотивной гормональной терапии у них требовалось позже. То есть медиана выживаемости без палеотивной гормональной терапии в группе метастазно-направленной терапии была в два раза выше. В течение двух лет почти половина пациентов, которым проводилась метастазно-направленная терапия, не требовали начала гормональной терапии. Ну и выживаемость без прогрессирования, она была без биохимического прогрессирования, она была ниже двухлетней выживаемости 25%. То есть мы видим, что несмотря на то, что мы проводим метастазно-направленную терапию этим пациентам, мы замедляем прогрессирование заболеваний, тем не менее большинство пациентов в конечном счете все равно прогрессируют биохимически и также в виде появления новых очагов. И все-таки по сравнению с просто наблюдением, конечно, метастазно-направленная терапия, она оказывается гораздо лучше. Но, кстати, обратите внимание, что снижение ПСА также наблюдалось в группе просто наблюдения. То есть все равно, несмотря на появление очагов, в участии пациентов происходит снижение ПСА. Второе интересное исследование – это исследование Ареол из Балтимора с похожим дизайном. В одной группе просто наблюдения, такие же критерии, по сути, у пациентов набора. В данном случае ПЭТ-КТ уже более современно проводился, с ПСМА. Одна группа наблюдения, другая группа проведения стереотоксической лучевой терапии. И при дальнейшем наблюдении медианная выживаемость без биохимического прогрессирования очень сильно и достоверно разошлись. Мы видим, что в группе стереотоксической лучевой терапии 20% через 6 месяцев биохимического прогрессирования, в группе наблюдения 60% в 3 раза выше. Таким образом, да, действительно, стереотоксис замедляет прогрессирование полигометастатического процесса. Исследователи также очень сделали интересный анализ. Они проводили ПЭТ-КТ, но эти данные у ПЭТ-КТ были закрыты на момент планирования метастазно-направленной терапии. И планирование проводилось фактически по конвенциональным методам по КТ, по сцентографии, но не по ПЭТ-КТ с ПСМА. А дальше они проанализировали через 6 месяцев те пациентов, которые как бы совпало все по ПЭТ-КТ, все очаги подверглись аблативно-лучевой терапии. У другой группы пациентов не все очаги оказались подвергнутыми аблативно-лучевой терапии, потому что данные были закрыты. То есть одна группа тотальной консолидации, они ее назвали другая субтотальной консолидацией. И при дальнейшем анализе оказалось, что пациентов, у которых была проведена максимально консолидирующая, максимального объема стереотоксической лучевой терапии на все видимые по ПЭТ-КТ с ПСМА очаги, у них прогрессирование было практически 5% всего. У пациентов субтотальной консолидацией 40%, статистически достоверное различие. То есть это исследование подтверждает, что стереотоксис всех видимых клинических очагов замедляет прогрессирование заболевания. Но что самое интересное, частота появления новых метастатических очагов, она также оказалась существенно меньше в группе, в которой проводилось облучение всех видимых олигометастатических очагов по ПЭТ-КТ с ПСМА. Что, собственно, и подтверждает теорию о том, что если одни очаги являются источником других очагов, если мы на все воздействуем, то, соответственно, появление новых очагов будет гораздо менее вероятным. Улучшает ли метастатсно-правильная терапия выживание пациентов по сравнению с стандартной лекарственной терапией, которая является, в общем-то, до сих пор все равно стандартным для лечения метастатического заболевания рака предстоятельной железы. На этот счет есть только пока ретроспективные сравнения. Одно из этих исследований, большое, достаточное исследование, более 2000 пациентов. В одной группе просто пациенты получали стандартное лечение, без метастатсно-правильной терапии в другой. Помимо стандартного лечения, они получали еще МДТ в виде либо селективной лимфодисекции, либо в виде стереотаксиса. Оказалось, что в группе, в которой проводилась метастатсно-правильная терапия, ракоспецифичная выживаемость была существенно достоверно выше. И при этом не было выявлено никакой взаимосвязи между положительным эффектом метастатсно-правильной терапии и какими-либо клиническими характеристиками опухоли, возрастом, ПСА, галлисонной тест-стадии и так далее. В другом исследовании также было проанализировано ретроспективно 305 пациентов с очень разными сценариями, с очень разными локализациями. Это локальные рецидивы, региональные лимфоузлы, кости, висцеральные метастазы. Всем проводилась метастатсно-правильная терапия. И части 40% пациентов, они также получили еще гормональную терапию с медианой 6 месяцев. Разные продолжительности. Это ретроспективное исследование. То есть не было оно изначально запланировано. Также оказалось, что пациенты, которые дополнительно получали гормональную терапию в дополнении к МДТ, у них выживаемость без биохимического прогрессирования оказалась статистически достоверно лучше, гораздо выше. И при этом чем дольше была эта МДТ, тем лучше были результаты. На сегодняшний день есть, ну, мне известно только одно рандомизированное исследование. Оно сейчас только набирает пациентов. Это исследование ADOPT, в котором проводится рандомизация на две группы. В одной группе проводится метастазно-правильная терапия, в другой группе метастазно-правильная терапия, плюс гормональная терапия в течение 6 месяцев. Отбираются пациенты с количеством очагов до 4 разных локализаций. Это могут быть и рецидивные лимфоузлы в тазу, и забрюшинные лимфоузлы, и костные очаги, или микс этих локализаций, то есть все основные локализации, которые подвергаются метастазно-направленной терапии. Обратите внимание на критерии исключения, которые могут быть использованы в практической работе, то есть исключаются это пациенты с висцеральным метастазом, потому что изначально это менее благоприятная группа, пациенты с высоким ПСА выше 10, и с временем удвоения ПСА короче 3 месяцев. То есть очень быстро нарастающая ПСА также может быть является противопоказанием для проведения метастазно-направленной терапии. Исследование еще пока продолжается, никаких результатов пока нет. Может ли метастазно-направленная терапия заменить андрогенную депривацию при олигометастатическом раке предстоятельной железы? Но можно посмотреть на разные случаи. Вот такой есть случай, он опубликован, действительно очень интересно, из Италии. Пациент 72 года, сам был врач на пенсии. В 2009 году диагностировал рак предстоятельной железы, локализованный. Ему была выполнена радикальная простатоктомия, глисон 7, 3,4, позитивный край резекции, снижение ПСА. Проведена сальважная лучевая терапия, достаточно высокодозная, заметьте, за 44 сеанса по 1,8 ГРЭ, снижение ПСА и дальнейший его рост через 6 месяцев до 2,34. Пациенту была предложена стандартная андроген-депривационная терапия, от которой он отказался по личным соображениям для того, чтобы сохранить качество жизни и потенцию. Пациенту было предложено как альтернативная стереотоксическая лучевая терапия и наблюдение, что, собственно, он сделал, а затем начал в этом же духе и продолжать. И это все продолжалось в течение 10 лет, на протяжении которых ему было выполнено 7 последовательных процедур стереотоксической абляции, направленных на все вновь возникающие костные очаги. У него все время возникали только костные очаги, только единичные, меньше трех очагов. Ну, вот здесь видно график ПСА. На момент написания этого клинического случая пациенту было уже 83 года, и он еще ни разу не начал палеотивную гормональную терапию, сохранив, естественно, качество жизни без каких-либо токсичных эффектов этого лечения. Ну, вот это уже данные одного из исследований проспективных. Это регистр клиники Майо, в котором было включено 124 пациента, в котором проводилась метастазно-направленная терапия, единичный метастатический очаг, олиго-рецидив по ПТКТ. В одних пациентах лимфодисекция выполнялась, в других пациентах стереотоксическая лучевая терапия, и не проводилась гормональная терапия, то есть дальше за пациентами наблюдали. Мы видим, что в 26% случаев пациентов наблюдалось полное снижение ПСА до нуля, то есть он падал после лечения до неопределяемых уровней. В двух третих пациентов был ответ, то есть он варьировал от полного ответа до частичного. В 26% было прогрессирование. Но, что интересно, самое интересное, что было дальше с этими пациентами. Они достаточно много проследили с большим сроком наблюдения. Оказалось, что в конце концов все пациенты, ну вот 94-7%, у них все равно возникает биохимический рецидив, рано или поздно. Это вопрос времени. Но при этом медиана времени до начала палиативной АДТ, то есть когда дальше растет ПСА, появляются множественные очаги, которые уже не подходят под критерии метастазно-направленной терапии, медиана времени составила полтора года. То есть мы действительно можем у пациентов замедлить начало сроки назначения этого вида лечения. Трехлетняя выживаемость без гормонной терапии составила 30%. Но в конце концов, да, 87% начали АДТ, и медианное время до кастрационной рецидентности вот такая высокая, 50,5 месяцев. Еще в одном исследовании тоже были получены даже еще более высокие цифры. Также пациенты наблюдались, проводилось только у этих пациентов метастазно-направленной терапии. Выживаемость без АДТ в течение одного года 93%, в течение двух лет 83%. Может ли метастазно-направленная терапия, плюс-минус системная терапия, что и под вопросом, возможно, она все-таки нужна, привести к излечению пациента с олигоместатическим заболеванием? Есть исследование Сейбер-Коммит, но это было самое первое рандомизированное исследование второй фазы, которое, собственно, показало в том, что есть действительно преимущество выживаемости при проведении метастазно-направленной терапии. В этом исследовании включались пациенты с разными гистологическими типами, не только с раком предстательной железы, но в том числе были действительно пациенты с раком предстательной железы, их было достаточно много. Это исследование, когда оно было опубликовано в 2019 году, оно впервые показало увеличение общей выживаемости пациентов, у которых помимо стандартного лечения системного назначалась метастазно-направленная терапия в виде стереотоксической лучевой терапии. Существенное достоверное увеличение общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. В прошлом году были опубликованы многолетние, восьмилетние результаты уже этого исследования. Мы видим, что с течения времени эта разница в выживаемости не только не уменьшается, еще увеличивается, она сохраняется и даже еще становится больше. То есть действительно проведение метастазно-направленной терапии вот в такой смешанной группе пациентов с единичными метастазами, добавление этого вида лечения к стандартному лечению существенно достоверно увеличивает выживаемость пациентов. Ну и очень интересные цифры были получены при анализе выживаемости без прогрессирования. Оказалось, что через 8 лет в группе контроля пациентам, которые не проводилась метастазно-направленная терапия, все пациенты спрогрессировали, то есть ноль, выживаемость без прогрессирования ноль. В группе стереотоксической, где она добавлялась, 21% пациентов, они фактически были излечены. Они больше уже никогда не прогрессировали после определенного периода времени. Поэтому можем сделать вид, что действительно аблативная метастазно-направленная терапия в определенных случаях у селективных пациентов действительно может привести фактически к излечению пациента от метастатического процесса. И среди 25 пациентов, которые были излечены, которые живы более 5 лет, половина пациентов была пациентой с раком предстательной железы. Еще одно небольшое исследование, но интересно тем, что было опубликовано с очень долгим периодом наблюдения, более 10 лет. Сегодняшний день самый большой период наблюдения при олигометастатическом процессе. В этом исследовании проводилось радикальное воздействие на первичную опухоль в виде операции последующей лучевой терапии или радикальной лучевой терапии и воздействие на ограниченное число метастатических очагов. Обратите внимание на медиану общей выживаемости более 10 лет. В принципе, очень благоприятный прогноз. И выживаемость беспрогрессирована. Через 10 лет 12,5% пациентов не прогрессировали, не фактически были излечены. И даже при том, что локальный контроль облученных очагов в течение 10 лет всего около 60%, потому что это была не стереотоксическая облативная лучевая терапия, а фракционная лучевая терапия. На момент исследования еще не было стереотоксической лучевой терапии. Самый главный вопрос. Как отбирать пациентов с олигометастатическим раком предстательной железы на метастазно-направленную терапию? Когда мы видим пациента, видим его ПЭТКТ-сканспусом, и смотрим на него, мы всегда задаемся вопросом, что мы видим. Мы видим верхушку айсберга, или же мы действительно, если мы будем лечить эти очаги, не окажется ли воздействием на эту самую верхушку айсберга? Внизу есть большой скрытый потенциал дальнейшего метастатического процесса. Самый главный вопрос. Что нам делать? Пациента направлять на метастазную параметерапию, или это бессмысленно? Одно из исследований, интерес, было проведено в Португалии группой Карло Греко. Они проследили определенную группу пациентов с олигометастазами, которым проводилась последовательная облативно-лучевая терапия, выполнялась ПЭТКТ, и они разделили этих пациентов на три группы. В первой категории олигометастазы с низкой опухолевой нагрузкой, то есть это суммарный объем GTV меньше 15 кубиков и SUV max меньше 6,5%. Вторая группа маленький суммарный объем, но более высокий в отдельном каком-то очаге, более высокий SUV max больше 6,5%. И третья категория олигометастазы с высокой опухолевой нагрузкой, то есть когда суммарный объем, изначально очагов очень большой и не играет роль индекс накопления по ПЭТКТ. Оказалось, что при разделении на такие три группы действительно между ними наблюдается статистически достоверная разница в общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования в поле медстатическое заболевание. Таким образом, они показали, что существуют действительно разные фенотипы олигометастатического процесса. Это пациенты с низкой опухолевой нагрузкой, у этих пациентов с большой вероятностью пациенты при проведении метастаз на правильной терапии могут быть излечены от поли медстатического заболевания, то есть от прогрессирования в поле медстазы. Олигометастазы с умеренной опухолевой нагрузкой, в которых 5-летняя выживаемость без прогрессии в поле медстазы около 60%, и действительно имеет смысл проводить им лечение, поскольку это замедляет прогрессирование процесса. И третья категория с высокой опухолевой нагрузкой, в которой все равно большая часть пациентов прогрессирует в дальнейшем поле метастаза, несмотря на метастаз на правильную терапию. Поэтому, скорее всего, только проводить метастаз на правильную терапию у них, может быть, не имеет смысла, должны быть другие стратегии лечения. В исследовании Ореол и СТОМП недавно был проведен анализ мутаций у этих пациентов, которые были включены в эти исследования. То есть они объединили базы данных и провели анализ по мутации медианы вжимаемости без прогрессирования. Оказалось, что мутации высокого риска являются прогностическим предиктивным фактором. То есть действительно мы наблюдаем разницу вжимаемости без прогрессирования при проведении метастазно-правильной терапии. Однако степень его воздействия, прогноз, он зависит от этих мутаций. То есть у пациентов с мутацией высокого риска проведение метастазно-правильной терапии улучшает результаты. И даже, возможно, в большей степени, чем у пациентов в группе без мутации высокого риска. Там и там оно действительно увеличивает. Однако, если мы сравним всю группу пациентов с мутациями или без мутации, окажется, что медианы выживаемости у пациентов с мутациями гораздо короче. То есть эти пациенты быстрее прогрессируют, и в целом прогноз получается у этих пациентов гораздо хуже, чем у пациентов без этих мутаций. Таким образом, мы можем пациентов отбирать на метастазно-правильную терапию. Еще одно исследование, совсем свежее, возможно, одно из самых первых пилотных исследований, это применение геномного секвенирования, НГС, для определения прогноза у пациентов с ограниченным количеством метастазно-правильной терапии. Всего 28 пациентов, до трех очагов ПТКТ, стереотаксис проводился. И до проведения стереотаксис у всех пациентов проводился забор периферической крови и исследование ДНК циркулирующих опухолевых клеток методом НГС. Мутации в 37 генах, вот мы видим здесь частоту мутации, которую они больше всего в рецепторах-андрогенах, АТМ 50%, и мутации Берси-1, Берси-2. Также ИТВ-4, ИТВ-6. Оказалось, что есть корреляция, во-первых, с концентрацией ДНК циркулирующих опухолевых клеток в крови в зависимости от мутации ИТВ-4, мутации ИТМ, и, что самое интересное, что локальный контроль после стереотоксической лучевой терапии сильно зависел от наличия мутации Берси. У носителей мутации Берси-1 почти 50% рецидивов было связано, несмотря на проведенную стереотоксическую лучевую терапию, было выявлено. Ну и в конце презентации позвольте представить клинический случай. Пациент, что это в нашей клинике, 67 лет, с 2013 года рос ПСА у него, в 2020 году диагностирован рак предстательной железы с единичными очагами в костях таза, глисон-8. Сторонний клиник начинал лечение, он не у нас, а в другой клинике. В 2020 году ему была проведена стереотоксическая лучевая терапия на первичную опухоль предстательной железы без облучения лимфоузлов таза, проведен стереотоксис на единичный очаг в костях таза, поддушная кость, а ДТ не было рекомендовано. Чем клиника руководствовала, мы не знаем. Дальше пациент только наблюдал ПСА. Отмечен рост ПСА в динамике постепенно, лекарственная терапия, несмотря на рост ПСА, не проводилась. В январе прошлого года выполнен ПТКТ с ПСМА, полный метаболический ответ первичной опухоли пролеченной, стереотоксисом очага в костях таза, но появление единичных ПСМА позитивных метастатических лимфоузлов таза справа. И вот в феврале прошлого года с этим ПТКТ уже пациент обращается к нам в клинику. На консилию мы обсудили и решили пациенту предложить лечение, фактически как в исследовании АДОПТ, то есть провести метастазно-направленную терапию с целью замедления прогрессирования заболевания и назначить АДТ в течение 6 месяцев. Мы провели ему это лечение, конгломерат лимфоузлов получил за 3 фракции 9 грей, фактически 3 фракции с СИБом на GTV сразу в доз 12 грей, то есть в пересчете это под 100 грей, то есть действительно настоящее аблативное воздействие. И при этом еще небольшой единичный метастаз в лимфоузлах получил 24 грей, однократное облучение. Далее 6 месяцев гормональной терапии до августа прошлого года. Пациент следовал нашим рекомендациям, в августе он прекратил, не стал дальше получать АДТ. На фоне отмены АДТ отмечен очень быстрый рост ПСА, то есть в течение 2 месяцев с 0 до 2,5. Выполняет повторный ПЭТКТ, мы видим, что полный ответ по тому лимфоузлу, который получил однократное облучение. Мы видим частичную метаболическую регрессию конгломерата лимфоузлов, который был продлечен фракционно, и появление единичных новых метастатических очагов. И при этом параллельно была выявлена мутация BRCA2. То есть действительно, возможно, эта мутация сыграла роль. К сожалению, пациент не ответил на метастаз на правильную терапию полностью, несмотря на достаточно высокую аблативную дозу, спрогрессировал, но мы дальше назначили ему системное лечение. Таким образом, мы понимаем, что олигометастазы, рака предстательной железы, это не однородная группа. Есть фенотипы, которые действительно являются истинными олигометастазами, и есть фенотипы, которые изначально имеют очень высокий потенциал к дальнейшему прогрессированию, то есть изначально полиметастатическое заболевание. Ну и дальнейшее развитие, дальнейший прогресс, безусловно, связан с тем, что мы будем лучше понимать, каким пациентам назначать этот вид лечения. На сегодняшний день, кому можно рекомендовать метастаз на правильную терапию? Во-первых, это все сценарии олигометастатического процесса. То есть и синхронные олигометастазы, метахронные олигометастазы, индуцированные олигометастазы, то есть во всех этих сценариях мы можем и должны пациентам рекомендовать метастаз на правильную терапию. Пациенты должны обязательно проходить обследование ПТКТС-ПСМА. Количество очагов, все-таки мы ориентируемся до 5 очагов. Самый важный критерий – безопасное аблативное воздействие на все очаги. Имеется в виду, что это может быть хирургия, это может быть стереотоксическая лучевая терапия, аблативная стереотоксическая лучевая терапия. Какие цели мы преследуем? Во-первых, самая главная цель – это замедлить прогрессирование медстатической процесса. Приводит ли это к увеличению выживаемости, мы до сих пор не знаем. Еще нет ни одного исследования, рандомизированного, которое бы показало, что по сравнению с стандартным лечением системы, мы действительно увеличиваем выживаемость пациентов с помощью эндостасно-правной терапии при олигоместатическом процессе. Я имею в виду отдельное исследование для именно ракопредстательной железы. То есть у нас есть Сейберкомет, но там был микс всех гистологических типов. Вторая немаловажная цель – это отдалить начало палиативно-гормональной терапии. То есть действительно мы существенно можем у определенных пациентов замедлить назначение, отсрочить назначение палиативно-гормональной терапии. Некоторых пациентов, ну в районе, наверное, 10-15%, мы потенциально можем вообще вылечить от эндостатического процесса с помощью эндостасно-направной терапии. Ну и, конечно, если есть возможность, наверное, уже на этом этапе стоит направлять пациентов на исследование мутации. Берсея-1, 2, ИТМ, ТП-53 и так далее. То есть эти мутации можно уже использовать для определения прогноза у этих пациентов. Спасибо за внимание.